9.24 в Санкт-Петербурге и время начаться дождю в нашей студии, потому что с Василием мы к ненастью готовы. Более того, сейчас мы будем говорить про моду, про моду в плохую погоду. Люда, где ты нашла плохую погоду? Скажи мне, пожалуйста. Вот несомненно, метеосводки сентября нас, конечно же, радуют. Это да. Накануне воздух прогрелся до плюс 23 градусов, но мы-то знаем, что все может измениться в любой момент. А стильно и красиво, пожалуйста. Хочется выглядеть даже в дождь. Кстати, соглашусь с тобой. Я вижу, ты уже как раз-таки подготовилась, принесла свой любимый дождевик. И мы, конечно же, начинаем нашу стильную беседу с нашей стильной гостьей. В студии стилист Мария Луконина. Мария, доброе утро. Вот как вы оцениваете наши образы? Мы с Людмилой готовы стильно гулять по стильному Петербургу. Вы всегда красавчики. Я на вас любуюсь, как только вас не вижу на экране. Это все Людмила. Василий получил порцию комплиментов, он напросился. Буду молчать. Вот хочется... Ты просто красивый молчи. Хочется с главного начать. Есть ли какое-то главное, основное правило, как вот в этой, казалось бы, такой бесформенной, странной одежде, вот какой-то неприталенный... Клеенчатого типа такого. Все-таки выглядеть стильно. Ну, вы уже, ребята, показали то, что вы выглядите сегодня стильно. Что самое главное для меня лично в дождливую погоду, это не терять присутствие оптимизма. Поэтому, конечно же, я одобряю ваши яркие цвета. Вы в дождь вон в вечерних клипсах даже собрались прогуляться по городу. Мария, ну согласитесь, что в Петербурге это очень важно, потому что когда в Петербурге дождливая погода, все сразу становится серым. Вот в таком ярком, желтом дождевике меня, мне кажется, будут видеть, и даже автомобилисты, когда будут через пешеходный переход переходить, это тоже важно. Да, это действительно очень важно, особенно если на вас будут какие-то светоотражатели. Сейчас есть и такие дождевики. Ну, смотрите, дождевики, чем ярче, тем лучше. Это уже стиль, но вы, как стилист, слава богу, предлагаете нам какие-то изысканные варианты дождливой одежды. Стильнейшие, я бы сказала. Совершенно правильно, Людмила. Сейчас мода нам предлагает очень много инновационных, интересных материалов, которые также обладают свойством непромокаемости. Например, какие? Ну, например, я не знаю, ПВХ, да, вот они называются. То есть искусственные материалы. Да, искусственные материалы. Мы можем показать этот плащ, он из кожи такой. Эко-эко-кожа. Да, это эко-кожа. Она, я думаю, что при сильном дожде она все-таки промокнет, но в целом какой-то, если небольшой, моросящий дождь, она будет защищать, по крайней мере, зонтик все-таки придется с собой взять. Как альтернатива дождевику, то есть получается вот такой вот просто плащ, который, ну, фактически тоже может защитить от дождя, и при этом быть, ну, по фактуре обычного красивого такого вот пальто. Потому что когда мы в дождь гуляем даже под зонтиком, все равно где-то капли там попадают, может, по плечу или еще куда-то. И вот материалы, которые водоотталкивают... Цвета, какие цвета? Вот все-таки серый такой, серо-бежевый. Вот вы такой блеклый довольно-таки предлагаете цвет. Какие вам идут? Я всегда предлагаю разные цвета, чтобы люди понимали, что у нас всегда есть выбор, у нас нет диктата. Я стилист свободных людей. Вот есть яркая, это другая ткань какая-то. Это другая ткань, она тоже с пропиткой, с водоотталкивающей пропиткой. То есть специально осенние такие ткани, которые подойдут именно вот... Сейчас очень много таких тканей, и есть что выбрать для разных образов. А вот что касается обуви. Казалось, брезиновые сапоги, калоши, что-то такое скучное из советского времени, хотя я не считаю, что советское время скучное. Но вы выбрали какую-то стильную обувь. Вот, например, вот это черные, они резиновые или это какие-то такие кожаные ботинки? Вы знаете, сейчас нам производители предлагают ботинки, вот как на шнуровке, вариант челси, выполненные из резины. Это очень удобно, например, мамочкам с детьми, которые гуляют по улице, и дождик, собственно говоря... Мария, ну вот смотрите, у Людмилы, пожалуйста, устроим такой небольшой... Им 20 лет этим собакам. Им 20 лет, они вот практически из того твоего нескучного советского детства. Розового цвета сапоги, красного цвета дождевик, зеленого цвета платье и... И включаются светофор. И желтый я рядом, вот такой вот, да, вот насколько... Вам заметят. Все самые яркие цвета. У нашей гости немножко такой в глазах ряпи началась. Вы знаете, а мне всегда нравится вот эта игра с винтажем. Когда мы возвращаемся в прошлое, берем оттуда что-то интересное, и на сегодняшний день это носим и переосмысливаем. В этом всегда есть что-то такое душевное, интересное и свежее. То есть сейчас мода возвращается, говорят же, что мода циклична. Она всегда есть. Поэтому вот такие вот резиновые сапожки, мне кажется, будут очень актуальны. Это ботиночки челси. Что касается совмещения различных видов одежды для дождя, что лучше всего между собой совмещается? Я думаю, что здесь в первую очередь главное слово «дождь». Вот, я в зону держу не просто так. Нам необходимо защитить свое тело от дождя. И как-то не потерять присутствие духа и хорошее настроение. Для меня это главный, пожалуй, момент в выборе. Вы знаете, когда льет дождь, там бывает недостей. А можно вот самый главный вопрос? Смотрите, это зонд-грипп. То есть от него можно спрятаться так, что дождь вообще не попадет. Самый грипп. Вопрос такой. Вот если мы и в дождевиках бесформенных, и в резиновых сапогах... И в грибу. И вот, да, под грибочком, как все-таки оставаться стильными? Потому что, мне кажется, мы сейчас с Василией как две кучи такие. Вы знаете, стильный образ – это яркий, выразительный образ. Он не обязательно должен быть там притален. Вот мы современную моду знаем с точки зрения любви к оверсайзу, например. То есть в этом тоже есть своя эстетика. Любой дождевик оверсайз. Да, если вы оцените и полюбите эту тему, вы просто в какой-то момент проживете этот образ. Объемный, может быть, бесформенный. И вы почувствуете, что в этом есть классного для вас. Мария, спасибо вам большое. На самом деле, правда, очень яркая, классная, вот как вы сказали, у нас получилась беседа. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.